Новое разоблачение российских спортсменов и снова допинг. Лидер сборной России по шорт-треку Семен Иллистратов, конькобежец Павел Кулижников, фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва. Все они отстранены от крупнейших международных соревнований. И, конечно, Мария Шарапова, звезда тенниса, признавшаяся в употреблении запрещенного препарата, уже теряет миллионы долларов. Это слово – мельдония. Раньше знали только сердечники. Химический препарат был синтезирован в Советском Союзе в середине 70-х и применялся при сердечной недостаточности. Но с 1 января этого года Всемирное антидопинговое агентство включило мельдоний в стоп-лист. В ходе исследований выяснилось, что препарат влияет на результаты атлетов, повышает выносливость, защищает от стресса. Создатели мельдония назвали это чушью. Но Мария Шарапова выбрала другую линию защиты. Если верить немецкому журналисту Хаю Зеппельту, автору серии фильмов о допинге в российском спорте, мельдоний употребляет каждый пятый российский спортсмен. Совсем недавно прием мельдония был обычной практикой. Именно этим объясняет свои ошибки Мария Шарапова. Пропустила важный имейл о допингового агентства. Сенсационное признание прозвучало на экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Неделю назад я получила письмо от Международной федерации тенниса, в котором говорилось, что мой допинг-тест, взятый во время открытого чемпионата Австралии, дал положительный результат. В моей пробе обнаружен мельдоний. Я принимала этот препарат на протяжении 10 лет, и он был легален. О том, что с 1 января препарат будет под запретом, Всемирное антидопинговое агентство предупреждало спортсменов еще полгода назад. А лично Марию Шарапову уведомляли минимум пять раз. Из-за невнимательности лучшая российская теннисистка рискует карьерой. Ее могут дисквалифицировать на четыре года. Как правило, наших спортсменов ловят, к сожалению, на тех препаратах, которые не являлись допингом, не были соответствующим образом классифицированы еще в советское время, лет 20-30 назад. Но с тех пор они уже давно попали в эту категорию. Вскоре после фильма журналиста Зеппельта скандальные разоблачения последовали одно за другим. Шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежец Павел Кулижников, волейболист Александр Маркин, велогонщик Эдуард Варганов. Среди эмоций, звучащих в комментариях экспертов, преобладает сочувствие к россиянам. Говорят, что мельдоний и не допинг вовсе. Препарат простенький, он давно фармакопея у нас, он разрешен, он везде продается. Применяет его, ну, как в профилактических целях, при каких-то сердечных там проблемах, небольших. С этим согласен и создатель мельдония. Некогда советский, а ныне латвийский ученый Ивар Скальвенш. Запрет мельдония для применения и профилактики спортсменов это глупости полный нонсенс. Это не добинг, а лекарство, которое защищает спортсменов в случае перегрузки. Несмотря на все это, теперь ведущие российские спортсмены рискуют не попасть на крупные соревнования уже в этом году. Чемпионаты, кубки и даже олимпиада могут пройти без российских звезд. Василий Кондрашов, главная тема. В Российском Союзе конькобежцев сегодня заявили, что будут добиваться полного оправдания спортсменов и предположили, что запрещенный препарат мог быть подмешан кем-то из завистников. Я рассчитываю, что мы сможем доказать невиновность спортсменов в умышленном нарушении антидопинговых правил и докажем тот факт, что против них были предприняты умышленные злостные действия. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы убедить Международный Союз конькобежцев о том, что они не делали этого намеренно и постараться найти тех, кто послужил причиной этого дела. Что двигало этими людьми зависть, желание продвинуться, деньги, этот вопрос останется за скобками. А президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев сегодня заявил, что в употреблении запрещенного препарата Марии Шараповой виноваты американские врачи, у которых она консультировалась. Торпищев надеется, что на этом спортивная карьера теннисистки не закончится. Я считаю, что спортсмен имеется виноватым, потому что спортсмен, особенно в молодом возрасте, он стремится на результат. А что ему дают и как дают, это вопрос культуры. Потому что профилактически спортсмен не убежден, что он делает неправильно. Потому что он верит воспитанникам, тренерам, кто над ним стоит. И, конечно, если дают добавки, он же не идет проверять их, что там.